Вот упаковка будет такая. Видите, я всё хочу, чтобы было такое красивое, неповторимое, как игрушечки, чтобы поднимало настроение. Напишите про упаковку сейчас, вам нравится или нет, как вам цвет. А я вам хочу сказать, что этот цвет выбирала в церемонии. В церемонии после ретрита я пришла к себе на кровать, легла, закрыла глаза и попросила во время процесса, попросила, с Ампедром мы делали церемонию, говорю, покажи мне все цвета, все, которые существуют. Я хочу выбрать цвет упаковки. И я прям смотрела, вот прям листала у себя, да, вот сознание мне прям выдавало и показывало. И я выбрала вот этот цвет. Цвет жизни, это голубого неба, это называется детский голубой, baby blue. Тот цвет, который есть в природе, который мы смотрим на него каждый день, да. Допустим, я в Забайкале, по крайней мере, вижу каждый день, видела. Тебе открыть, зайчик? Всё нормально? Открыть? Сейчас дочка просит. Вот, поэтому выбрала такой. И, то есть, у меня была задача, опять же, создать именно то, что я хочу создать. Не скопировать, как у Гали Дженнер, не скопировать, как у Ким Кардашин, не скопировать, как у кого-то из блогеров. Что, дорогая? А? Да, да. Держи вот кувшинчик и иди, девочек. Я тебе пошла, не мешала. Держи. Нет, не за занычку. Всё, закрыть, девочки. Просто вот так чуть-чуть, да, давай прикрою тогда вот так. Вот, поэтому, как бы, да, потому что, ну, как бы, я знаю, что некоторые создают, девочки, в этом ничего такого нет. Вообще ничего такого нет. Ну, всякое бывает, да, кто-то создаёт и хочет, как у. Ну, почему нет? Тоже классно. А я хотела, думаю, блин, вот хочу что-то вот, вот что-то вот родить. И именно вот, чтобы это было моё. И вот, и мне кажется, что оно получается классно. Но вот этот логотип будет поменьше, да, девчонки, правильно? Я сказала, что это очень большой логотип. Мне не нравится вот, что он такой большой. Мы его сделаем, чтобы он был 30%, а 70% упаковка. Вы согласитесь? Скажите, нравится вам, ну, поменьше этот логотип или нет? Кто-то пишет, вы старая. Я знаю, что я старая, любимая моя. У меня вообще с этим нет проблем. Вы тоже будете старыми, если вам повезёт. Поэтому почему-то людей стали позорить и шемить за старость. И я считаю, что это настолько невысокоинтеллектуальные люди, которые тыкают людям возрастом или ещё чем-то. Даже непонятно вообще, как бы, откуда это делось, да? Вы своей маме тоже подходите и говорите, мам, ты старая, или папе, или бабушке, дедушке. Слышь, ты старая. Ну, как бы глупо, да? Мы все будем старыми, если нам повезёт. Поэтому классно. Да, поменьше будем людям, меньше будем, да. Ага, дальше, смотрите, я хочу вам показать. Вы сейчас вот в это влюбитесь. Вот это у меня мурашки. Всё, кожа встала дыбом. Смотрите. Берём спонжик. Наносим спонжиком. Спонжик шик у меня. Наши тоже делают. Я так горжусь вообще, что у нас сейчас очень многие русские люди стали делать очень много классной продукции в связи с тем, что у нас происходит в стране и так далее. Вот, кстати, видно, вот здесь такая прям, такая кожа. Вот смотрите, насколько здесь она просто разгладилась. Потому что там масла и дорогие масла, натуральные масла. А здесь она такая, как будто, ну, поджухлась. Вот насколько по-разному выглядит. Смотрите. Вот это вот будет самая любимая ваша история. Так, берём спонжик. Чуть-чуть его вот так поднажимаем, чтобы он стал кругляшком. Нажимаем вот сюда. И это и румяна, если хотите, и скульптор, если хотите, и бронзер, если хотите. Начнём с того, что я немножечко, немножечко на ручку уберу, чтобы сильно не был душа, у меня довольно-таки яркий. Вот. И смотрите, что происходит. Я наношу на, вот сюда, на линию к волосам, для того, чтобы, опять же, на одной стороне сделаю свои продукции, для того, чтобы придать глубину. Смотрите. Я очень люблю вот такие вот, как бы, коричневые румяна, когда, допустим, хочется пойти на какое-то мероприятие, где будет много людей, где тебя будут фотографировать. Мой лайфхак. Всегда пользуйтесь именно холодными, коричневыми. Ну, это, кстати, не совсем холодный, вот такой тёплый, но коричневые оттенки, без ярких румян, потому что свет будет разный. Если вас будут фотографировать, ножка нелепа, со всей раскрасом, да, со всей, как бы, ну, такой. Если на свидание к мальчику, то я вам покажу румяна. Вот. А если это, где будут много фоткать, где там много мероприятий всего, там будут какие-то эти самые, и вы хотите выглядеть классно, стильно, вот, смотрите. Видите, как он выглядит? И также он как контур, можно его вот так вот наносить вот здесь. Кстати, я сейчас была на мастер-классе у Патрика Та в Турции. Вот, и поняла, что у него тоже очень много продукции на маслах. Вот он говорит, что я очень люблю тональные основы, которые с маслами. И я поняла, что мы с ним, как бы, в этом плане очень, ну, видим одинаково. Итак, смотрим, ребят. Видно, не видно? Вот нет ничего. И вот есть бронзер-румяна-контуринг. Как вам? Просто скажите ваше мнение, нравится или нет. Смотрите. Я сейчас нанесу поярче, да? Смотрите. И выглядит это вот так, если хочется поярче. Да? Смотрите. На линию волос мы наносим. На линию волос. То есть, получается, если на лицо смотреть, то вот. Таким образом смотрится. Я чуть-чуть сяду подальше, чтобы было видно. То есть, смотрите, вот. Я нанесла тональный крем и нанесла вот этот вот как раз, я не знаю, бронзер это может быть. Это может быть корректор. И смотрите, как он красиво смотрится. То есть, получается, что если бы я просто сейчас вышла в эфир и сказала бы, девчонки, привет, как ваши дела? Я не накрашенная. Вот только что проснулась, вы, может быть, бы мне и поверили. Потому что смотрится очень натурально. Но так как мы сейчас будем смотреть и другую продукцию, я вам немножечко растушу его. Смотрите. Я уберу немножко лишнего, потому что я хочу показать и другую продукцию. и немножечко сделаю его помягче. Но вообще, это такая типа я загорелая красотка. И даже могу показать вам в другом зеркале, где у меня другой свет. Смотрите. Тон. Как смотрится этот тон. Как этот тон смотрится. Это просто улёт. Вот. Видите, да? И здесь другой тон. Вот видно, кстати. Видите, как он смотрится? И здесь такой флоулес. Он прям безупречный. Лицо смотрится выровненно безупречно. И это ещё даже нет пудры. Абсолютно здесь ничего нет. Могу вам показать ещё в переднюю камеру. Так-с. Чтобы было ещё, ну, больше видно. Вот. Такое, по сути, вот к моему телу, это будет такой бронзовый, загорелый цвет лица. Но не забывайте, что это ещё нет пудры, потому что пудра, она тоже выравнивает немножечко и убирает чуть-чуть как бы ненужного, ненужного, скажем так, оттенка. Дальше. Hello, he's here. I'm testing my cosmetics. I'm showing to my girls my beauty line. Здесь доктор Саймон, я его вижу. Вот. Соответственно, смотрите. Ой, не тот спонж взяла. Чуть-чуть мы подснимаем, чтобы выровнять. И сейчас я покажу дальше фишечки, которые я тоже очень люблю делать. Насчёт корректоров. Я поняла, что многие люди любят... Ой, корректоры. Корректоры, да, называются? Когда под глазами выбеливают, это корректоры или как? Праймеры, да? Как они называются? Я даже не знаю, потому что я им никогда не пользовалась. Но я всё равно собираю, смотрю, покупаю что-то. Я вам сейчас покажу. Вот я купила два из них. Нарсовских я взяла. Просто посмотреть, потому... Консилер, всё правильно. Консилер. Чтобы понять, на самом деле, насколько это всё имеет место быть, для меня консилеры все липковатые, плотноватые и немножко такие сценические, как будто. У кого так же? Согласитесь или нет? Кто не может найти тот консилер, который бы сделал лицо... Вот мужчина пришёл с тобой на свидание, сел напротив тебя вот так вот и говорит тебе, ты такая красивая, а ты сидишь с мужем, видит он мой тонак, видит он мой консилер или нет? Вот такие вот есть, нет у кого? Или у вас есть идеальный консилер, которым вы пользуетесь, и его не видно. Смотря какая кожа под глазами. Смотрите, я вот здесь пальчиком немножечко сейчас растушую, потому что, ну, так как я крашусь для видео, спонжиком я не могу дойти туда. Так-то я обычно это всё прорабатывала маленькими спонжичками тоже. Смотрите, в итоге я поняла, что вот этот тон, который я смешивала в самом начале со своим другим тоном, он оказался... Сейчас протру салфеткой. Лучше любого консилера. Он оказался лучше любого консилера, потому что из тех, что я пробовала при моей тонкой коже, а моя кожа довольно-таки тонкая, и в принципе, для более плотной кожи, кожи, у которой там сильные поры и так далее, там можно поплотнее, но вот, допустим, для моей тонкой кожи я хочу невидимый макияж. Я вот, допустим, этот тон из формулы, который делали в Германии, использую вместо консилера. И как я его использую? Сейчас я вам покажу. То есть я выбеливаю Т-зону. Я выбеливаю Т-зону. Вот таким способом. И так как у меня 45, я уже бабушка, и вы про мою старость уже некоторые тут отмечали, я делаю бабушкин макияж. Это лифтинг линии провожу. То есть у меня вот он как раз-таки с такими вот лифтинг-эффектом, эффектом, чтобы это было вытянуто красиво. Вот так вот. Итак, смотрите, дальше мы берем тот же спонж другой стороной и просто его хорошо блендим. Хорошо его размазываем, блендим. И так как он тонкий-тонкий-тонкий, мега тонкий, его А не видно, а Б, он очень-очень-очень хорошо размазывается. То есть он практически становится невидим. Тоненький-тоненький. Сейчас я вот доделаю, покажу. То есть мы почти вернулись к тому, что было, только уже вот такая история. Я сказала Т-зона и лифтинг-эффект. Если вы не слушали, то на уроках плохо учились, то мне кто-то тут пытается предъявить, что Т-зона — это только лоб. Я понимаю, где Т-зона, но я объясняла, что бабушкин макияж для таких, как я 45+, нужно делать еще и с вытянутыми линиями. Итак, поэтому слушайте, внимательно наблюдайте. И теперь хочу обратную связь. Вот сейчас уже одним средством, которое было и тональным, и которое стало и как консилер, получился вот такой эффект. здесь у меня нанесено несколько средств, и то кожа смотрится прям очень тоненькой и гладкой. А здесь только один тон Марио, и насколько она вот кажется рыхлой. Вы видите или нет? Скажите, пожалуйста. И так, промакиваем. Все. С этим мы закончили. С этой историей. Вот. И кто думал, что слишком желтый тон и так далее, он убирается. Можно высветить, конечно, тоже чуть-чуть лоб, но я сейчас пока этого делать не буду, потому что я хочу вам показать следующее вау, которое меня прям поразило. Конечно, девочки, это наша больная тема. Это карандаши для губ. Итак, с какого мы начнем? Какой ваш любимый карандаш? Давайте так. Вы ищете идеально коричневый или вам нравится немножко такой с... Помните, у меня помада была? Такая типа Naughty Girl вот такого плана. Это, кстати, был бестселлер у нас. Что за тон был? Тон – это вот мои сэмплы Bonia Beauty, которые я бьюсь, добиваюсь уже вот один из Германии, другой из Кореи, создать одну ту формулу крутую, которая вот именно как раз-таки создается благодаря смешиванию двум этим основам. Так. Естественные губы. розовый коричневый коричневый нюд. Идеальный коричневый кофейный. Да. И-и-и. Итак, смотрите. Вот это будет сейчас для вас тоже такая прям... Вот это я сегодня ахнула, когда я вот этот карандаш увидела, я его нанесу на одну сторону, а тот коричневый на другую. Это наш наш сэмпл, который я сегодня получила. Выглядит он вот так. Он не коричневый, не красный. Он он может выглядеть как коричневый, но он оказался настолько красивый. Подождите, это он, да? Да, это он. Еще будет красный. Красный, который было очень сложно создать именно, чтобы он не отпечатался, потому что красный когда отпечатывается, это просто хуже быть ничего не может. Я пока оставлю этот красный, пусть он подсохнет. Он пусть подсохнет, а я вам покажу потом, как он будет выглядеть, когда он подсохнет. То есть мы его будем тереть, и он не будет стираться. Да, я очень радуюсь. Для меня это просто 4 года работы. Для меня это большой труд. Это сотни тысяч долларов, которые я вкладываю в этот проект. Ну, это как бы действительно меня радует. это мое детище, моя любовь, то, что меня вдохновляет сегодня. Итак, сейчас, подождите. Так, подождите. Это как раз-таки, нет, это не тот карандаш, что самое интересное. Это не он. Сейчас я принесу тот, не тот цвет. Сейчас, подождите. Так, где моя сумочка? Я смотрю, что-то не то, ребят. Что-то не то, чуть чужой вам не показал. Вот он. Вот он, который меня просто сегодня пленил. Я когда нанесла, такая, вау. мы добились именно до этого тона. Смотрите, я сейчас стираю. Такой позор. Потому что я их на вид не помню, но как бы они все сэмплы, тестеры. Я еще такая думала, как-то он странно выглядит, и почему я его точу? Потому что он, ну, как бы, новый. Я еще даже не трогала. Так вот, этот цвет, который... Смотрите, я когда делаю косметику, для меня важно, чтобы я с желтокожей, каких у нас очень много в России, в этой полосе у нас там и казахи, и, ну, у них тоже такой отлив все-таки есть, и татары, и, не знаю, там, и монголы, и там та часть северной, ну, как бы, восточная Сибири, тоже намешанные с желтинкой. И белые люди. Это как моя дочка. И я всегда смотрю и ориентируюсь на то, чтобы это было и белокожим, и нам, желтокожим, типа, ну, с отливом, людям с отливом, чтобы тоже подходило. Поэтому я покажу сейчас, как он выглядит на моей коже. На дочке он выглядит совсем по-другому. Видите, да? Не совсем правильно передается цвет. Я, наверное, переверну камеру, чтобы показать точнее, потому что на фронтальной камере не совсем так передается. То есть вот такой вот, вот такой, я даже не знаю, как его назвать. Мы сейчас вместе с вами подумаем, как его назвать, какой ему дать правильный цвет. и так. Ненавижу карандаши, которые наносятся, трёшь, 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 наносишь, наносишь, а они не наносятся. Я такие не люблю. Вот смотрите, я один раз провела, и он очень ярко нанёсся. Вот такой цвет. Пока купить нигде, пока можно только посмотреть, потому что только сегодня утвердила сэмпл. Вот. Мне кажется, очень красивый цвет. Издалека смотрите. Он такой, как бы, в меру нюдовый, в меру яркий. Он не берёт на себя много. То есть он такой, как бы, вот я вам сейчас даже отойду и покажу чуть-чуть подальше. Вот так вот. Даже немножко, как бы, слишком много света. У меня же тот цвет такой вот. Вот мы с вами встретились где-то в тёмном переулке. И я подошла к вам, такая, привет, как твои дела? И вы такие, блин, а чего у тебя на губах? Я такая, да ничего, вот просто сэмпл, карандаш. Подумевать. Красивый, да? Он в жизни ещё краше. То есть невероятный. Когда увидела, думаю, так, хотя с этим мальчикам и девочкам, и белокожим девочкам, и блондинкам, и брюнеткам подойдёт абсолютно всем. Я им горжусь, но мы должны дать ему обязательное название. Вы должны, по-моему, помочь мне его придумать. Пока мы придумываем название для моего, вот этого карандаша, я покажу вам коричневый. Вот это уже к смуглым девочкам. Кстати, напишите, пожалуйста, вы брюнетка или блондинка? Он невинный, девочки, нет, он невинный. Вот он какой-то такой вот, я даже не знаю, даже как это вот, Анжелина хотите, чтобы я его назвала? Энджи, да? Анжелина! Зайка! Дочь! Подойди, пожалуйста, секундочку. Вот я сейчас прямой эфир веду, смотри, и как бы у меня тут карандаш, я пробую сэмпл, который мы сегодня на тебе не пробовали. И, ну, нет, на губах, на губах. Смотри, я вот нанесла, вот это мы сегодня тебе не пробовали. Я говорю, девочки, как его назвать? И девочки говорят, назови его Анжелина. Она тебе говорила. Да? А давай мы тебе чуть-чуть просто попробуем, как он на тебе будет смотреться, и может быть мы правда назовем этот карандаш Анжелина? У меня же твоя дочь надо. Конечно, ты моя самая любимая дочь, не только дочь. Тут еще? Нет, конечно, но у меня же у Мурочка тоже дочка. Да. Поцелуй просто эту салфетку. Угу. Все. Давай посмотрим. Вот как раз Анжелина с розовыми губами, я имею в виду свои по природе, и белой кожей. А вот так сделай, как помаду. Разможешь? Угу. Ну-ка. Ну, в принципе, конечно, понятное дело, что ярче, чем твои губы, но довольно-таки натуральный, да? Вот у меня он вот так смотрится. Видите, на ней, на ее красненьких губах он смотрится ярче, чем на моих. Да? Я нужна 100 долларов. А ты только про доллары видишь. И я нужна граница, Да. Да, давай. Иди. Иди. Значит, спасибо тебе за то, что тестируешь косметику, помогаешь мне. Так, короче, под вопросом назвать его Анжелина, да, этот цвет. Энджи. Кто за? Да, у Энджи губы яркие, но, видите, у нас же тоже мы все разные. Есть тут девочки, которым там, допустим, ну, как бы, не такие цвет губ, как у меня, а вот именно поярче, и он смотрится поярче уже. Насколько поинтересному, он смотрится, ну, абсолютно по-разному на всех. Итак, если что, подумаем назвать его Анжелина. Теперь для брюнеток, кстати, извините, вы там пока писали, брюнетка или блондинка, я убежала, и вот скажите, у вас, вы любите яркие карандаши? Если вы брюнетка, если у вас темный подложка губ, она не такая, как у Анжелины с красноцой, а больше такая вот в темные оттенки, то вот этот карандаш коричневый, вы от него будете сейчас просто в восторге. В Америке обязательно будет косметика, конечно, тем более, что я переезжаю в Америку скоро. Когда я с тобой. Со мной поешь? Да. Потом поговорим. Слышите, ну как вообще, насколько вот здесь вот у меня тон и поры, и насколько здесь как будто я запудрила лицо, хотя я его даже не пудрила. Я в шоке от этого тонального акрила. Итак, смотрите, вот этот коричневый, это экстаз, экстаз тех, кто любит коричневые карандаши. я бы даже сказала, это двойной экстаз, потому что он настолько дорогой коричневый будет сейчас. на фоне вот этого, конечно, он смотрится не так, ну вот смотрите. вытираем этот, потому что он совсем на фоне него. вот. То есть, вот видите, когда стерла, вообще по-другому смотрится вот эта часть. То есть, он даже смотрится как будто натуральные губы. при этом он ярко-коричневый. У меня прям экстаз от этого карандаша. Смотрим. Ну как? Как вам тем, девочки, именно тем, которые любят коричневый цвет? Как вам? вам этот больше нравится, да? Ну кому как, да? Так, я не вижу вообще ваших восторженных комментариев и комплиментов. Отойду, потому что свет слишком. вот. А теперь? Очень красивый, да? Я знаю, что они идут, конечно, потому что, ну, для меня, на самом деле, очень тяжело, очень сложно найти коричневый, идеальный коричневый карандаш. Это почти невозможно. И вот сейчас я хочу показать, как он выглядит, допустим, я даже не знаю, где. на коже. И мне нравится, знаете что? Что когда его наносишь даже на одно и то же место, он не, знаете, нет темных пятен. Вот иногда такой вот, наносишь карандаш, и прям темные, как будто вот пятна появляются. Вот. Вот такой вот он коричневый, кремовый. И вот так вот смотрится. мне очень нравится. И так, давайте теперь проголосуйте. Я тоже от тонального в шоке. Честно говоря, ну, как бы, я даже не ожидала, что такое, я даже не ожидала, что, что будет лучше, чем я думала. потому что, видите, вот эти вот поры прям, и здесь вообще, как будто фотошоп на лице. Я сама в шоке. И вот здесь даже видно, да, вот видно все вот эти порки, а здесь он такой раз, выглаживаешь, как будто утюгом подразгладили, маску как будто нанесла. Даже вот, даже вот складочки немножко такие вот здесь видны, а здесь вот он, тон, это просто, но он дорогой. Я не знаю, вот как бы, как мне теперь сделать так, потому что он будет дорого стоить, но зато он будет невероятный. Хочется, конечно, чтобы цены были доступные, но ладно, посмотрим, что-нибудь подумаем. Красиво, красиво. Так, дальше. Да, тон нереальный. Как будто фильтр потрясный. Я голосую за первый, второй, два цвета крутые. Amazing. Так, спасибо. Хорошо. Теперь, смотрите, я вам хочу показать коллекцию румян. Я ее уже показывала, эта коллекция уже утверждена. И у меня к вам вопрос. Смотрите, какой ваш любимый? Давайте так, первый, второй, третий. Какой вам, какие румяна вам нравятся больше всего? Сейчас будем их тестить. Первый, второй, третий. И пока смотрите на тонак. Рыклый лоб и фотошопленный лоб. Это просто, у меня шок контент, если честно, я сама не верю. Вот вам Марио, который так всех валит, его скупают везде. И вот, просто вот, поры, как будто я не знаю, что. и вот вам тональный крем, который просто вот, я в шоке, как у ребенка. Так, второй, второй, третий, второй. Первый почти никто не пишет. А, вот пошел первый, первый. Второй. Так, пишем еще. Сейчас буду смотреть, какой будет самый популярный для вас. Вот такие. Второй. Третий. Второй. Ну, если так посмотреть, наверное, второй самый популярный. Да, я так понимаю, первый, 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 третий, третий. А, и третий тоже, кстати, популярный. Еще раз давайте. Первый, второй или третий. Те, кто не писали, напишите, пожалуйста, еще. Третий. третий подойдет всем. Второй. Давайте сделаем так. Давайте сделаем на две щеки. Сделаем один и другой. И мы посмотрим. Смотрите, я сейчас была, я сейчас была на мастер-классе у Патрика, и он работает таким образом, что он очень использует, любит, вот прям вообще первый. То есть, такой прям вот очень яркий такой, ну, как бы суперяркий блаж, такой baby pink. Я вам сейчас просто нанесу, покажу, как он смотрится. Он немножко холодноватый. Будем наносить его сюда. Он такой. Второй. это розовый. но он не настолько холодный. Он вот такой. Опять же, это на моей коже, потому что на вашей коже он вообще будет играть по-другому. видите, это вообще с фиолетовинкой кажется. И третий. Кто-то называет его персик, кто-то его называет такой. но я вам покажу, какой на самом деле. Он вообще мега натурально смотрится. какой вам нравится вот сейчас больше всего. Вы сейчас удивитесь, насколько это восторг. Я делала, сразу скажу, за основу я брала вот эти румяна. Мы, кстати, можем даже их попробовать тоже посмотреть. Румяна тарт. Мне они понравились. Но они держатся очень мало, очень плохо, и они очень жидкие. Смотрите, вот. Хотя здесь сейчас так мазануло, и кажется, что они этот самый. Держатся очень мало, но они таки поинтенсивнее. За основу я брала эти румяна. Потом, когда эти румяна попробовала, поняла, что они мега красивые. Смотрите, какие. Поняла, что хочется их немножечко сделать по натуральней, по естественней. Знаете, какой вот такой формат придать, что вот я сейчас накрашу, и как будто вот это моя красота, вот мой румянец, и нету ничего на лице. То есть, как бы вот таким образом. Вот. И у тарт еще есть вот такой вот роз. Невероятно тоже красивый цвет. Вот. Он как раз таки похож немножко на наш, на какой-то, типа, может быть, на второй. Ну, такой между этим. И он такой более, более кремовый. Видите, какой? Сейчас я покажу по основе. Я так давно его не тыркал. А этот вот прям надо набирать, набирать, набирать. И он такой. Держится он меньше, на удивление. Да, вот тарт вообще очень классная косметика. Мне очень нравится как бы их тенденция. Но вот наносишь, вот тарт, видите, его сильно много не нанесешь, потому что он очень пигментированный. А потом раз смотришь, и он стерся. И его как будто нет. Вот. Но мы можем тоже его попробовать, потому что на самом деле я, если вот вы, допустим, в Европе где-то живете, и видите косметику, прям попробуйте, очень классный. Но получилось сделать такую формулу, которая как вторая кожа. И такой более естественный. Мы сейчас берем третий. И опять же берем спонж. Делаем его таким образом. Набиваем. Смотрите. И у него настолько крутое свечение, что он выглядит как хайлайтер тоже. То есть, когда ты его наносишь, есть ощущение, что просто вот как будто, ну вот, ты просто застеснялась. И такая, ой, простите. Я чуть-чуть стесняюсь, и поэтому у меня появился румянец. Видишь? Видите? Видишь? Видите? Какая у него красивая получилась вот эта вот удивительная текстура. вот. То есть, он и как хайлайтер, и как румяна. Можно нанести его там, допустим, и вот сюда. Сейчас так тоже делают многие девочки. И вот сюда. И даже на переносицу. И вот как бы все. Ты проснулась, как будто на закате, на рассвете, вернее, на рассвете. И все. И пошла, не знаю, там по пляжу гулять. По сути, вот, допустим, даже поехав куда-то на море, вот, просто нанеся вот эту продукцию, вот так вот, и все. Как будто не накрашенная, но при этом накрашенная. Ну, когда ты встретила молодого человека, который хочет с тобой познакомиться, ты такая, к нему близко прильнула. И он думает, боже, какая она красивая. И он думает, офигеть, у него, естественно, красота такая. Типа, что за девушка? Короче, вот, вся идея, чтобы косметика выглядела именно так. Чтобы она не была такой прям, вот, знаешь, нарочитой косметикой. Потому что, когда, извини, что я с тобой, это ты, говорю. Вот, сейчас покажу как раз-таки тарт, допустим. Возьмем, просто как пример. Этот, наверное, не будем брать. Возьмем вот этот. Допустим, мы тоже бьем, берем его, набиваем. Тоже очень красиво смотрится. Но в нем, вот, как будто не хватает вот этой прозрачности. То есть, надо будет его снимать. И когда ты его немножко снимаешь, он вроде получше, а потом прошло чуть-чуть время, и он раз, и исчез. То есть, как бы, и он вообще, ну вот, при этой интенсивности, да, он немножко, хотя за основу я брала именно вот, как бы, эту продукцию в румянах. И он такой немножко, как бы, подсчез. Вот. Но корейцы, так как мы делаем в Корее, они смогли, вот, с добавлением масел, сделать это так, что он и есть, и его и нет, и он, как бы, изнутри, получается, как будто горит. И у меня удивило, конечно, насколько, как бы, красиво получилось. Дешевле смотрится по сравнению с твоим. Давайте мы его уберем сейчас, и я покажу другие тона, другие тона румян. Третий крутой, я выезжаю. Ну вот, видите, да? Вот, мужчины, давайте вы там, кто-то я вижу, пишет комментарий, ну вот вы бы встретили меня, да, вот так вот где-нибудь, и сказали бы, наверное, блин, Вика даже не накрашена, такая красивая. Сказали бы так или нет, честно говорить. Батарейка, ещё не хватало, чтобы батарейка сейчас сел посреди прямого эфира, как всегда. Сейчас. Поставим на зарядочку. Ну как? На губах карандаш наш, Боня Бьюти, который я сейчас только что тестила. Давайте. Красиво, да? Невероятно. Цвет лосося, да? Чё, так и назовём его, Салман? Потому что ещё названий нет. Я хотела румяну назвать. Мне одна девочка на Боня Бьюти странице подкинула идею, вот эти наши румяны, которые прям мега-мега-яркие. Назвать как embarrassment. Типа вот когда тебе стыдно, и ты покраснел. Вот как бы, и вот как будто ты покраснел от того, что тебе, ну знаете, иногда стыдно, и ты краснеешь. И вот embarrassment — это эмоция. То есть это когда тебе стало стыдно. И вот какими-то эмоциями назвать румяна. Мне кажется, это будет очень прикольно. Потому что, ну как бы, это embarrassment, это может быть там shy, да, вот, допустим, где он? Типа, ну а тут я просто застеснялась. Мне не стыдно, но я стеснялась. А какие-то ещё эмоции? Так что подсказывайте мне, мы вместе с вами, ну вот смущение, да, смущение — это shy. Типа, вот я смутилась, а тут мне стыдно стало. И вот ещё давайте придумаем, допустим, коричневому, какие мы придумываем вот к этому. Что здесь? Здесь мне уже пофиг, я холодная рыба. Мне кажется, что если то, что мы вместе это придумаем, это очень прикольно. Это как бы, ну это то, что мы создаём вместе. И это ваши идеи, это то, что я делаю для себя и для вас. Вот, коричневый, румяный, карандаш — супер, хорошо. Китай, хорошая игра. Не поняла. Так, страсть. О, точно. Ну страсть — это passion, и оно такое слово популярное, его часто используют в косметике. Нам надо придумать что-то такое другое, да, типа. Вот смотрите, у меня есть помада, которую мы сейчас, формула у нас создана уже давно, мы выпускаем этот цвет, я вам сейчас покажу её. Называется Naughty Girl. В принципе, мне нравится идея cool. Вот это может быть cool girl. Типа, она крутая девчонка, типа, и как бы cool girl, да? Вот. Помните Naughty Girl, эта помада? Смотрите, как она смотрится. это божественный цвет. И он... У нас был бестселлером, он продался самым первым. И он под основу как бы коричневого карандаша наносит, и такое ощущение, что вообще губа на губах нету. У кого была Naughty Girl, кстати, напишите, пожалуйста, вот из старой коллекции помада. Всё. И сразу... Потому что коричневый карандаш я нанесла на все губы, но он на самом деле наносится только на контур. Понятное дело, что он не для всех губ. И вот с, допустим, оттенком Naughty Girl как он будет выглядеть. Скажите, да? С коричневым карандашом. Да, действительно, вау. Очень согласна. Я купила всё. И мне девочка недавно пишет, говорит, Вика, я, говорит, у вас покупала Whisper помаду, и она у меня, говорит, долго лежала, потому что я, говорит, думала, что она тёмная, пока вы не показали, как ей пользоваться. Whisper сейчас я вам покажу. Уи! Упали мы с вами. Куда-то. Вот. И... Спасибо вас тоже. Обожаю. Вот. А Whisper на самом-то деле помадка-то была очень крутая. Ну, как бы их уже нет сейчас в продаже, потому что она была как подложка, как основа для нанесения её вместо карандаша на губы. И эта девочка пишет, я сейчас, говорит, ей пользуюсь, и я больше ничем другим пользоваться не могу. Один раз нанесла её, что я весь день хожу, кофе пью в офисе, там, работаю, чай пью, и она держится весь день, и даже уголки не стираются. Вот это была как раз-таки она. Дальчик, всё хорошо? Вот. Что, давайте другие румяна посмотрим, да? Потому что с этими румянами всё понятно. Эти надо немножечко подстереть. А, и последнее, кстати, потом, что я вам покажу, это убийственно красивые тени, потому что тени коричневые тоже очень сложно найти. Так, вот. Какие вам больше нравятся? Светло. Они даже не коричневые, они немножко как зеленовато-коричневые, серые. Они невероятные. Помните, я делала как-то даже макияж Анжелины Джоли, и вот там как раз за основу идут вот эти тени, потому что вот эта холодная красота, к холодным вот этим всем оттенкам, она просто вот самая-самая невероятная. И вот такой коричневый, который тоже, знаете, не сильно пигментированный, который впивается в кожу, а который вот ты нанёс, и у тебя прям такая пылинка вроде как, глубина, но при этом очень красиво. Ничего, что у меня перевёрнута камера, ребят, у меня просто батарейка садится, мне нужно его немножко подзарядить. А чтобы подзарядить, телефон уже не ставится. Так просто. Вот так, я кажу. А, нет, я могу его вот так вот поставить. О, держится. Держится, всё. Итак, покажу ещё румяна. Мы с вами пробовали вот эти. Давайте выберем теперь первые вот эти вот или вторые, посмотрим. Какие из них? Прям первые вот такие вот бэби, такой бэби-долл, такая барби-блондинка-пинг, или вот такой вот как бы просто розовый, но поспокойнее. Вопросик из эфира. Если у вас седые волосы, нет, у меня вообще нет седых волос. Гель-лак? Нет, у меня нет гель-лака, я вообще сняла ногти и вообще не наращиваю больше, ой, не наращиваю, не крашу ногти, хожу просто вот с натуральными ногтями. Так, первый, первый, второй, второй. Итак. В Баку, кстати, я приезжаю в Баку через три дня. Вы меня ждете в Азербайджане? Сейчас я подсутру и так-то нарком немножечко здесь. Хотя уже не получается прям детственно нормальный цвет кожи сделать. Так, давайте я сейчас немножечко добавлю тоночка, чтобы просто перекрыть вот эти вот. Так, окей. Опять смешиваем вот эти два тона. Кто пропустил эфир, просто я вот создала наконец-то, не я создала, а в фабрике создали наконец-то тональный крем, который мне нравится. Вот, я просто его уже наношу на чужой другой тональный крем. Ну, даже, даже, нанеся на другой тональный крем, он сейчас просто настолько выровняет лицо, настолько уберет вот этот эффект пор, эффекта сильного какого-то такого кейки-фейс, я даже не знаю, как сказать, кейки-скин, пористая кожа такая. Вот, видите, кстати, вот я прошла чуть-чуть своим тонаком, посмотрите, насколько вообще другое лицо стало. Вот оно сравнялось с этим. Вот это что за чудо? Это что за чудо? Так, пробуем. Вы не поверите, этот так и так понятно, что он очень крутой, но давайте попробуем вот этот, который Baby Pink, который вот этот вот прям вот невероятный. Итак, зажимаем, набираем, и поехали. Вы готовы увидеть такое? Здесь я на рассвете выходила, да, там где-то на Мальдивах, а здесь я такая вот, смотрите, девушка, которая из Индии за такую ассоциацию недавно решилась детства. Ну, то есть, ну, вообще такая прям невинность сама. Вот просто невинность, и мама недавно только родила меня. Этот, этот вот, эти румяна. И видите, как у него красиво сияет контур, то есть румяна, они не выглядят как румяна, они как раз таки будут выглядеть вот как будто вот мне вот просто стало даже стыдно за свои слова. Вот, вот такой будет цвет. Это вот этот самый яркий розовый, который, казалось бы, вот, знаете, он смотрелся настолько ярко, что даже вот, казалось бы, там побоялся бы его купить. Сейчас я опять отойду в тень, потому что, как бы, на свету это одно, а это вот в тени. И мне нравится то, что после этого тона, ой, тона, вернее, румян, ощущения, когда ты их наносишь, что просто кожа такая красивая, блестящая, и у неё нет никаких на ней продуктов, да, на коже, что вот как будто просто ты вышла, и у тебя просто румянец. А теперь, глядя на оба этих продукта, какой вам нравится больше, вот всё-таки тот, который был типа лососевый, или вот этот розовый? Мурочка, а тебе какие румяшечки больше нравятся? Скажи, пожалуйста, мамочке, ну честно признайся, какие тебе румяшечки нравятся больше? А? Рассказывай давай. Ну, расскажи быстренько, давай. Все хотят знать, тебе какие румяшечки нравятся. Розовый. Оба. Ты нравишься больше розовый. О, розовый. Видите, как красиво. Девочки, вы даже не представляете, насколько я вот просто вот сегодня меня весь день настолько радует вот этот вот день, день тестирования моей косметики, что я просто не смогла. Я думаю, я хочу прям быть и в эфир, думаю, начнете, наверное, спать, ну ладно, с другой стороны, лето, что мы, ну и спим, ну и что, нам завтра на учебу вставать, что ли, нет? Думаю, выйду, покажу. Сейчас я установлю так, чтобы не падал. установила так, чтобы вытащила из этого. Вот. Почему ногти сняла? Не поверите, ребят, ногти сняла, потому что нет времени каждый раз ездить и красить их, и снимать по три часа в день. Просто нет на это времени. Я решила, решила снять ногти. Решила, чтобы уходить с собой на пол. Кстати, мы были на этом, снимались наше шоу, скоро выйдет, выжить в Дубае. И Оксана Самойлова говорит, я тоже сняла. Давно, говорит, уже два года без ногтей, потому что времени нет, столько времени занимает. Показывает у него тоже без этого, без покрытия. Вот. Ну что, и теперь я вам покажу сейчас тот, который очевидно розовый, очевидный. Вот. И он очень красивый тоже, но он смотрится иначе. Итак, снова берем спонж, белое пятнышко еще осталось, и в этот вы тоже тон влюбитесь, потому что он, куда мы его нанесем, видите, вот я его стираю, стираю, он даже как бы и не стирается, ну то есть, как бы он все равно остается, насколько хорошо держится. румянец все равно остается. При этом он полупрозрачный, при этом нет вот такого пигмента сильного, как вот в том, чья я брала за основу, да, на удивление. Смотрите, а этот он, ой, этот он, этот, эти румяшки, они, ну такая вот деловая красотка. Видите, у него меньше холода, у этого цвета, и вот такие вот, смотрите, допустим, вот как здесь будет видно, вот на лбу я ничего не мазала, вот как раз будет видно, как он смотрится. Идеально ложится, то есть, мне очень нравится, что он ложится так, что как будто просто, у тебя эмоции какие-то, да? И сияющий румяна, это настолько здоровый, красивый цвет кожи, это настолько изнутри, и Патрик Та сейчас делал, когда свой мастер-класс, в котором я ездила, он говорит, я не люблю, когда вот это наслойное, ты видишь продукцию, поэтому он свои румяна очень пигментирован, кладёт под тон, под тональный крем, но в связи с тем, что вот есть такая продукция, которая растворяется прям вот по этой формуле, мне кажется, даже просто необходимо, необходимости нет класть его под тональный крем, он настолько красиво смотрится, естественно. ещё пока это всё не вышло, но мы... Понятно, что я нанесла немножечко как бы активно, чтобы просто показать вам цвет, да, его можно немножко подснять, но вы видите просто вот именно как смотрится сама, насколько он изнутри сияет, потому что понятно, то, что в жизни